Как много создавалось людьми, дорогостоящей военной и гражданской техники. Но ведь всё это рано или поздно приходит в негодность и идёт на списание. Куда же деваются все эти машины и механизмы? Сегодня мы расскажем вам о пятёрке мест с заброшенной техникой. Бывший аэродром «Центральный» или аэродром имени Фрунзе, который находится на Хадынском поле, заброшен и доживает свой век с ржавыми летательными аппаратами. Грустное зрелище. Ведь именно сюда утром 9 мая в 1945 году прилетел тот самый самолёт, на борту которого был акт о безоговорочной капитуляции Германии. 3 мая 1922 года с «Центрального» аэродрома начали пополняться первые в истории России международные авиаперелёты по маршруту Москва-Кёнигсберг-Берлин. Последний самолёт взлетел отсюда 3 июля 2003 года. Это был противолодочный Ил-38СД для ВМС Индии. В 2003 году аэродром был закрыт и исключён из перечня аэродромов совместного базирования Российской Федерации. На остатках взлётно-посадочной полосы и рулёжных дорожек были оставлены списанные самолёты и вертолёты. На окраине Кабула в Афганистане находится массивное кладбище советской боевой техники, оставшееся тут с 1970-х и 1980-х годов. Здесь находятся частично разобранные и исписанные граффити танки, оставленные советскими войсками. В Афганистане очень мало перерабатывающих заводов, поэтому это кладбище танков, скорее всего, так и останется в нетронутом виде. Кладбище самолётов в США. Город Туссон, штат Аризона. Для тех, кто не видел её никогда в жизни, очень сложно сформировать представление о её размерах. Количество самолётов, хранящихся там, а также точность, с которой они припаркованы, действительно впечатляет. Другим важным фактом является то, что все они могут быть возвращены к службе, если в этом возникнет необходимость. Вход на это кладбище строго храняется и воспрещен всем, у кого нет соответствующего разрешения. Единственной возможностью попасть на это кладбище, будучи посторонним лицом, не имеющим пропуск, является автобусная экскурсия, которая проводится близлежащим Аэрокосмическим музеем Пимы. Автобусные туры проводятся с понедельника по пятницу. Музей и кладбище самолётов являются очень популярными достопримечательностями в пустыне Аризоны. Кладбище поездов в Боливии Одной из основных туристических достопримечательностей юго-западной Боливии является антикварное кладбище поездов. Оно расположено в трёх километрах от Уюни и связано с ним старыми железнодорожными путями. В прошлом город был центром распределения поездов, перевозящих полезные ископаемые на их пути к портам Тихого океана. Линии поездов были построены британскими инженерами, которые прибыли сюда в конце XIX века и образовали в Уюни крупные общины. Железнодорожное строительство началось в 1888 году и закончилось в 1892. В основном этими поездами пользовались горнодобывающие компании. В 1940-х годах здешняя горнодобывающая промышленность рухнула отчасти из-за истощения ресурсов. Многие поезда были брошены, сформировав таким образом кладбище поездов. На данный момент в Уюне ведутся переговоры о превращении кладбища в музей. Кладбище подводных лодок. Россия. Территория вокруг бухты Незаметная, расположенная недалеко от города Гаджиева, в Мурманской области на Кольском полуострове, является кладбищем, где находится много старых русских подводных лодок. После того, как эти подводные лодки отслужили свой срок, их перевезли в эту зону ограниченного доступа в 1970-х годах. По словам местных жителей, некоторые из этих подводных лодок использовались в боевых учениях в качестве цели и часто потоплялись, другие же были просто оставлены в бухте. А на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте поставить лайк, подписаться и рассказать друзьям о канале.